Первый день визита. Чрезвычайный полномочный посол государства Палестины в Беларуси Ахмед Мохаммед Алмадбух с представителями христианского города Бирзейд посетили ледовую арену. После взаимного обмена подарками – экскурсия. Гости из Ближнего Востока попали аккуратно на тренировку молодежной хоккейной команды. Спортсмены тут же взяли в оборот посетителей и провели мастер-класс по забиванию шайбы. Впечатления только положительные и эмоции нахлюстуют, когда играли с хоккеем, попробовали с клюшкой и попали, как скажем, куда надо. Город мы первый раз посетили его, это второй раз и нам очень нравится. Прежде всего я очень рад, что я посетил ваш город и это место и очень рад видеть, как много детей здесь тренируется. Вы на профессиональном уровне тренируете хоккейную команду и я надеюсь, что мы еще раз посетим ваш город и хоккейный клуб и этот спортивный комплекс. От спорта к религии. После знакомства с олимпийской историей города на Березине делегация не смогла пройти мимо собора святого благоверного князя Александра Невского, который сейчас активно восстанавливается. Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» стала уникальной возможностью познакомить гостей с продукцией местных производителей. Мы обещали, что мы придем с официальным визитом с руководства одной из самых, скажем, любимых городов Палестины, Берзет. Вот они приехали, заместители Кмета, бизнесмен из этого города. И мы хотим, чтобы было между Кабруска и Берзет, чтобы было хорошее отношение. Рыба и мясо, кондитерские и хлебные изделия, свежие и консервированные овощи, ягоды и фрукты, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Но задержались наши палестинские друзья у продукции пчеловодства. Вашим друзьям понравился именно этот мед лесной, потому что он обогащен продуктами пчеловодства. Это весь, как за песня, марины, жевика, черника, боярышник, верес, весь лесной сбор. Во время посещения спортивных объектов стадиона «Спартак» имени Александра Прокопенко было высказано. Двустороннее мнение о том, что у наших городов есть хорошие перспективы проводить товарищеские футбольные матчи на регулярной основе. Приятным сюрпризом для гостей стало и посещение 34-й школы. Мы очень рады визиту в эту замечательную и современную школу. Нас поразили ее масштабы и оснащенность. И главное, что это сделано для детей. Постоянную прописку здесь получили 10 плодовых саженцев. Выбор делали с учетом созревания. Есть как ранние, так и поздние сорта. Аллея дружбы – это не просто деревья, это забота о нашем общем завтра, о благополучии нашей планеты в целом. Сегодня у нас появилась аллея дружбы. Я думаю, что это очень знаковое мероприятие. Я уверена, что дружба между народами и мирное небо над головой позволит нашему саду радовать будущее поколение на многие-многие годы. С директором современной компании «Каверпро», которая перерабатывает автошины и производит широкий ассортимент резиновой плитки для покрытия детских, спортивных площадок, тренажерных залов, входных групп, других сфер, встретились непосредственно в активном месте эксплуатации продукции – детской спортивной площадки. Он достаточно очень лёгок в укладке, в эксплуатации, в использовании, не столь дорогой, очень универсальный. Поэтому они рассматривают вопрос по использованию этого продукта у себя на своих объектах. Вкусная, качественная, отборная в Бобруйском районе делегация из Палестины заехала к передовикам в СПК «Гигант». У нас совсем другой климат, и это позволяет нам собирать урожай картофеля с октября по июнь дважды. Мне очень понравилось качество картофеля и условия его хранения. Новый и современный гостей познакомили с высокотехнологическим молочно-товарным комплексом «Агрогородка Телуша» филиала «Пищевик Агро» предприятия «Красный пищевик». Посол государства Палестины посетил и предприятие «Бобруйска». Открытое акционерное общество «Белшина», завод тракторных деталей и агрегатов, «Бобруйский завод растительных масел», «Бобруйский мясокомбинат», «Красный пищевик» и открытое акционерное общество «Бабушкина крынка». Наши палестинские гости заинтересовались стерилизованной продукцией, именно конкретно литровой упаковкой, молоко различных видов жирности, сливки и три вида коктейлей. Вкусовые качества наших йогуртов они тоже оценили. Для участников делегации провели экскурсию по производствам и дегустацию выпускаемой продукции. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.